Всем привет! В эфире универ-новости, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Оно началось с торжественной ноты. После традиционного прослушивания гимна вуза, первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский вручил награды работникам и учащимся Казанского университета. В том числе и знаки отличия к почетному званию, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Далее Дмитрий Таюрский озвучил повестку дня. Были внесены шесть основных вопросов и ряд дополнительных. Среди них выборы деканов высших школ, выборы заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий, выдача дипломов доктора и кандидата наук в Казанском федеральном университете, вопрос о вывековечивании памяти, знаменитых людей, выдающихся исторических событий в Казанском федеральном университете и традиционная рубрика «Разная». В Казанском федеральном университете состоялось открытие 19-й международной школы практикумам молодых ученых-юристов. Ключевая тема школы – настоящее будущее правового пространства БРИКС. Заданная тема особенно актуальна, поскольку перед государствами-участниками объединения стоят глобальные задачи по установлению справедливого международного порядка, устойчивого развития и экономического роста. Уверен, проведение столь важной дискуссии окажет дополнительное влияние на развитие международного сотрудничества и позволит на высоком экспертном уровне рассмотреть актуальные вопросы в области юридической деятельности. На пленарном заседании широко обсуждались актуальные проблемы взаимодействия международного и национального права. БРИКС как среда формирования правового пространства нового типа, перспективы международных организаций, интеграция правовых систем стран объединений и другие вопросы. В одном из наших следующих выпусков мы расскажем подробнее о ходе мероприятия вместе с эксклюзивным интервью. 30 мая в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось награждение победителей призеров конкурсов «Лучшая академическая группа КФУ» и фестиваля «Интеллектуальная весна». Церемонию начали с награждения призеров и победителей фестиваля «Интеллектуальная весна». Ежегодно в нем принимает участие лучшие умы «Альма-Матер» и с каждым годом интерес к фестивалю растет. В этом году в рамках фестиваля прошли уже ставшие традиционными конкурсные испытания. Помимо вручения индивидуальных награждений были определены и лучшие институты, которые набрали наибольшее количество баллов. Первую позицию занял Кимический институт имени Александра Михайловича Бутлерова. На втором месте расположился Институт международных отношений. А на третьем – Институт математики и механики имени Лобачевского. После составилось награждение в рамках конкурса «Лучшая академическая группа». Среди первых курсов этого учебного года высшую позицию заняла группа Института филологии и межкультурной коммуникации. А лучшая группа среди старших курсов стали ребята из Химического института имени Александра Михайловича Бутлерова. Победители номинации группы, занявшие первые места. Наградили сертификатом на экскурсионные поездки в Санкт-Петербург и Жене Новгород. 29 мая в Императорском зале Казанского федерального университета прошла церемония награждения выпускников юридического факультета всех годов с момента основания. Торжественное мероприятие стало важнейшим событием в жизни университета – профессоров, преподавателей и, конечно, самих студентов. О том, как это было, расскажет наш корреспондент. Ассоциация выпускников юридического факультета организовала премию «День выпускника». 29 мая стал первым днем, когда чествовали самых выдающихся из выпускников юрфака. Несмотря на то, что в этом году мероприятие носит дебютный характер, оно может стать доброй ежегодной традицией. Среди номинантов премии – деятели государственной и муниципальной власти, бизнеса, общественной жизни, молодые преподаватели, инноваторы. Сама ассоциация была создана в 2013 году решением Попечительского совета юридического факультета КФУ. А в 2024 была реализована премия «День выпускника». У студентов и выпускников юридического факультета появилось свое дружное сообщество, где царит поддержка и мотивация на изучение высшей ценности человека – право. «Задача преподавателей – эту связь осуществлять. И в этом плане такие встречи, когда разные поколения выпускников встречаются с нынешними выпускниками, встречаются с теми учителями, которые их учили, она очень важный смысл имеет, чтобы корректировать и соотносить все свои учебные планы. Это очень важно и очень престижно. И самое главное – это работает на то, чтобы наше юридическое образование, юридическое образование Казанского университета было всегда на высоте». Церемония награждения началась с торжественных выступлений профессоров и преподавателей КФУ, государственных и общественных деятелей. Уникальность премии в том, что награждали и преподавателей, и выпускников. Специально для ветеранов факультета Ассоциация учредила денежную награду в размере 100 тысяч рублей. Премия присуждается в знак признания заслуг в сфере юриспруденции по двум блокам – выпускник года юридического факультета и преподаватель года юридического факультета. В номинации «Выпускник года юридического факультета государственная и муниципальная власть» лучшим признали заместителя премьер-министра РТ Романа Шехуддинова. А в номинации «Выпускник года юридического факультета общественная деятельность» лучшей стала исполнительный директор Ассоциации выпускников ЮРФАКа Азали Ахмадулина. Во втором блоке чествовали юристов-педагогов в таких номинациях, как «Преподаватель года ЮРФАКа», «Признание», «Верность профессии», «Новатор года», «Молодой преподаватель». Это знаменательное событие, но самое главное, что это знаменательная традиция, которая подчеркивает важность профессии, общность и неразрывность связей выпускников, которые продолжают взаимодействовать по окончании, и связь, конечно, с «Альмаматор», что очень важно. Мне кажется, такие премии – это дополнительная возможность для юристов юридического сообщества, для выпускников юридического факультета продолжить взаимодействие. Экты ассоциации объединяют людей абсолютно разных поколений, от молодежи, теперь даже школьников, до наших уважаемых ветеранов, аксакалов, наших любимых преподавателей. И самое главное, самое классное, что люди получают не просто пользу, они получают эмоцию, они получают поддержку, они получают тепло. И, наверное, то самое живое, чего, наверное, недостает иногда в суровой юридической профессии. Юрфак не зря называют большой семьей с глубокими историческими корнями, ведь он является одним из старейших высших юридических учебных заведений в России. Напомним, в этом году Казанский федеральный университет отпразднует юбилей. 220 лет назад, в далеком 1804 году, по указу Александра I, одним из учебных подразделений в составе Казанского университета стало нравственно-политическое отделение. Вероника Туманова, Резида Каримова, Александр Антонов. Универновости. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета стартовала Международная научно-практическая конференция «Инновации. Дизайн. Инженерия. Искусство. Архитектура». Подробнее о том, какие вопросы обсуждались в рамках мероприятий, какие разработки на сегодняшний день уже есть у молодых ученых, смотрите в сюжете моей коллеги Адалины Абдарахмановой. 30 мая в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета стартовала Международная научно-практическая конференция «Инновации. Дизайн. Инженерия. Искусство. Архитектура». В рамках мероприятия ВУЗ посетили высококвалифицированные ученые и действующие архитекторы, которые поделились с молодым поколением своими знаниями и опытом. Цель собрать специалистов из разных сфер, объединен, объединить, так как дизайн это так много профильное направление, широкое, и мы конференцию пытались охватить максимальное направление количества. География конференции обширна. В этом году в мероприятии принимают участие специалисты из таких стран, как Беларусь и Таджикистан. Всего участниками стали около 200 ученых. Программа двухдневной конференции насыщена не только плодотворной образовательной деятельностью, но и экскурсионной программой, в ходе которой гости смогут поближе познакомиться со столицей республики. Хотелось бы внести свою лепту в развитие архитектуры Казани. Я приехал на защиту уважаемого человека. Защита первой в России работы по стыкуемым специальностям, по техническим и по архитектуре. Это первая в России работа. И приехал на ее защиту первый, единственный в России трижды доктор. Мне очень приятно присутствовать на таком высоком собрании научном, поскольку конференции на любом уровне, они раскивают новые таланты в области науки, в различных областях. И очень приятно, что эта международная конференция происходит с участием многих специалистов, молодых ученых, состоящихся с республик бывшего союза и дальнего зарубежья. Отметим, что международная научно-техническая конференция проводится второй год. По словам организаторов, в дальнейшем планируется ее расширение, а именно приглашение участников из других стран и модернизация образовательной программы. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Вот и завершился конкурс на лучшие научные работы, проходившие в три этапа. Торжественное награждение победителей прошло в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 30 мая участники вместе со своими наставниками получили признание, дипломы и медали за свои научные труды. Об этапах конкурса, номинациях и эмоциях конкурсатов узнаете из нашего сюжета. 30 мая в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий прошло награждение ежегодного конкурса на лучшую научную работу у студентов КФУ. Церемония награждения началась с торжественного слова Дмитрия Таюрского, первого проректора, проректора по научной деятельности. В президиуме присутствовали заместитель начальника управления научно-исследовательской деятельности Лилия Валиева, представитель конкурсной комиссии по социо-гуманитарному направлению Ляйла Сабирова и представитель конкурсной комиссии по естественно-научному и инженерно-техническому направлениям Александр Герасимов. Коллеги также поприветствовали участников, а после лично вручили номинантам, победителям и их научным руководителям дипломы, медали и благодарственные письма. Черты будущего научного исследователя, патриота Родины, они формируются именно вот в таких маленьких коллективах при непосредственном контакте с научным руководителем, когда приходит осознание, погружение в то, зачем проводится то или научное исследование. В этом году оценка довольно сложная, качество работ постоянно растет, количество работ постоянно растет, многие институты переходят в область междисциплинарных исследований, поэтому наше жюри включает в себя представители абсолютно всех институтов, что помогает нам довольно хорошо провести оценку, несмотря на то, что зачастую даже членам жюри, как представителям научного сообщества, не хватает квалификации даже за оценки уже студенческих работ. Но мы тоже будем развиваться, расти, чтобы в дальнейшем все лучше и лучше проводить и оценивать качество работ студентов. Для того, чтобы перейти к финалу, было необходимо пройти два заочных этапа и один очный, где студенты презентовали свои доклады. Умение представить перед аудиторией результат проведенной работы также оценивался конкурсной комиссией. На второй этап конкурса было подано 155 научных работ, из них по естественно-научному и инженерно-техническому направлениям 55, по социогуманитарному 100 работ. На финальном этапе конкурса осталось всего 55 научных проектов. Не менее ценно то, что некоторые студенты не в первый раз принимают участие в конкурсе. Моя работа посвящена тонкомплёточным системам, которые перспективны в микроэлектронике, они работают на магнитных моментах. На самом деле важной частью исследований, конечно же, стала прикладная часть, ведь мы все это делаем, чтобы доставить пользу людям все эти технологии. Они должны упрощать нам жизнь, делать ее лучше, качественнее. Тема моей научной работы была связана с тюркскими эпиграфическими памятниками, которые находятся на территории Оренбургской области. Я ездил по степям, фотографировал памятники, переводил, описывал. Самое главное, конечно, это сохранить историческое наследие региона. Каждый человек должен сохранять историческое наследие. Отдельную благодарность хочу выразить организаторам конкурса, что организовали такой замечательный конкурс. И, конечно же, благодарность своему научному руководителю Айдару Марсельевичу Генединову, что помогал мне на протяжении всего конкурса. Успех ждет тех, кто уже во время студенчества начинает пробовать себя в разных сферах деятельности, в том числе в науке. Студенты как бакалавриата, так и магистратуры могут себя показать и проявить. Конкурс прошел, даем начало отчету до нового конкурса. Такими словами завершил награждение Дмитрий Таюрский. Подобные мероприятия конкурса на лучшие научные работы стали одними из лучших традиций КФУ. Вероника Туманова, Резида Каримова, Тимур Ахметов. Неверновости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»